Гет Молис Они передают вам свой пламенный привет! А кто такие Фиксики? Большой-большой секрет! Ух ты! Новая книжка про пиратов? Нет, про первооткрывателей. Знаешь, кто это? Конечно. Джеймс Кук. Только я забыл, что он первооткрыл. Земли, моря, океаны. Вот это жизнь. Да, надо и нам что-нибудь открыть. Не получится. На Земле уже везде побывали. Подумаешь, мы станем второоткрывателями. Или сноваоткрывателями. Люди открывали что-то новое с давних времен. Молеплаватели отправлялись в путешествия к новым Землям. Астрономы находили в космосе планеты, галактики и находят до сих пор. Ученые открывают новые виды животных и растений. Трудятся в лабораториях. Некоторые вещи изобрели даже во сне. Но на свете еще много неизвестного. Вы тоже можете что-нибудь открыть. Главное быть любопытным. Так не честно. Одним все, другим ничего. Может, в будущем полетим в далекую-далекую галактику. И там будет что-нибудь новенькое. Да открывайся же! Дим Димыч! Что? Ты же открыватель! В смысле? Кто банку варенья открыл? Ой. Точно! А это считается? Конечно! Сейчас мы с тобой развернемся. Теперь я тоже открыватель. Чисто! Ну ты даешь! Два открытия за минуту. Спорим? Я больше тебя всякого открою. Посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что вы тут устроили? И почему попугай на свободе? Потому что мы первооткрыватели А это мое лучшее открытие Почему это твое? Я Гришу открыл Любьё! Я А, ну понятно Немедленно превращайтесь в быстрозакрывателей Пока мама не вернулась И попугая тоже закрывать? Иногда ученые одновременно совершают одно и то же открытие Так было с изобретением радио В России его придумал Александр Попов в конце 19 века Он сумел отправить сигнал от передатчика к приемнику с помощью радиоволн В это же время в Америке над похожим устройством работал Никола Тесла А в Италии Гульельмо Маркони А в Италии Гульельмо Маркони Почти та же история произошла с фотоаппаратом и телефоном Все потому что идеи витают в воздухе Мысль которая посещает голову одного может прийти и к другому Не так важно кто сделал открытие первым Главное чтобы оно приносило боль Я же говорил не стать нам первооткрывателями Почему это? Между прочим ты Дим Димыч самый настоящий открыватель И что же я такого открыл? Ни кто кого Нас? Фиксиков? И правда Только жалко что открытие у меня секретное Секретное, секретное Профиль О, новое фото выложила Кто? Диода Да Фиксинете познакомились Эх, только она мне не отвечает Может ей не интересно? У тебя даже фотографий нет Что за имя Фиксик 2? Фиксик 1 был занят Надо твою страничку заполнить Ну, этот, как его, профиль Общаться с друзьями можно не только во дворе или школе Но и в интернете Или в Фиксинете Если у Фиксика Когда мы хотим больше узнать о ком-то Мы заходим на его личную страницу в сети Она называется Профиль Там можно найти имя и возраст Посмотреть фотографии И прочесть Кто чем увлекается Если конечно про это будет написано Но все секреты лучше не раскрывать Давай эту поставим Слишком скучно А что если поколдуем? Вот Ты прям звезда Осталось имя придумать О! Энерджайзер! Теперь профиль что надо О! Написала Привет Давай дружить Сработало Привет Давай Ты правда звезда? Ха! Не знаю Но мои фанаты так говорят Пригласишь на свой концерт Ой А давай я тебе позвоню и сыграю Ты же играть не умеешь Ха! Я целых три аккорда знаю Главное уверенность Ну как? О! Сцена как настоящая Готов? Йода привет Ой Энерджайзер У тебя что концерт? Репетиция К выступлению готовлюсь Класс! Ой У тебя такой знакомый голос Да Ну так я же звезда Готова услышать новую песню? Конечно Посвящаю ее тебе О! Диода Стоит прекрасная погода Красивей ты Любого Парохода Мне не хватает водорода Осторожней! Я покажешь я Position Я бы звезду достану с небосвода Я его foref дwayne Интернет очень полезное изобретение С его помощью легко узнать что-то новое Получить ответ на вопрос Связаться с дальними странами И все же не стоит забывать В сети могут таиться опасности Люди общаются в интернете Чаще всего не видя друг друга Лица скрыли виртуальные странички, профили Но вот беда Профили легко подделывают или крадут злоумышленники Они могут просить деньги, узнавать у тебя пароли Или выведывать другие секреты Твой приятель шлет странные вопросы Внимание, его профиль могли взломать Позвони ему и все узнай Так поступают настоящие друзья Может сделаешь настоящий профиль? Вдруг она захочет дружить с Файером? Нет, Нолик, теперь уже не захочет О, Верта А ты чего грустная? Да вот, познакомилась тут с одним Говорил, что звезда А оказался... Эх... А на гитаре он играл? Играл... На такой? Да... И зовут его... Энерджайзер Это был ты! Ну привет, Диода! Обманщик! От обманщицы слышу! Джулик! Я, а ты... Эй, Диода, Энерджайзер! Не ссорьтесь, Верта и Фаер все равно лучше! Почему? Потому что вы настоящие! Вакуум! Да открывайся же! Ты что делаешь? В колбу кто-то мусор накидал! Фаер! Это трубка для опытов! Внутри нее вакуум! Вакуум? А это что? Ничего! Не хочешь объяснять? И не надо! Вакуум! Это и есть! Ничего! Пустота! Тут даже воздуха и то нет! Ну тут же камень и перо! Это для экспериментов! Вот скажите, если трубку перевернуть, что упадет первым? Ну... Камень, конечно! А вот и нет! В вакууме камень упадет одновременно с пером! Сбросьте с высоты перо и камень! Как думаете, что быстрее долетит до земли? Конечно, камень! Потому что он плотный и тяжелый! А перо широкое и легкое! Воздух тормозит его падение! Но вакууме все окажется иначе! В нем нет воздуха, который мешал бы предметам падать! А значит, все вещи там приземлятся одновременно! Этот закон открыл Галилео Галилей еще в шестнадцатом веке! Да когда этот Галилей жил? Устарел ваш закон! Перевернем трубку и проверим! Раз, два, три, взяли! Ладно, я за профессором! Ну-ка, Нолик, помоги! Сейчас мы ее с тобой! Давай, 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 давай! Бери перо! Раз, два, три! Что я говорил? Камень упал первым! Надо еще попробовать! Все удовлетворяются в шестнадцать! Нолик, Эврика! Я только что открыл новый закон! Капель! Какой? Фиксики в вакууме всегда приземляются первые! Закон Фаера Нолика! Тыдыш! А давай еще разок прыгнем! Ой, а как выбраться-то? Спокойствие! Смотри и учись! Фаер! Есть ли тут вакуум? Чем же мы дышим? Не знаю! Задержи дыхание! Алло! Что? Ужас! Бегу, бегу, бегу! Ну вот и все! Мы чуть не задохнулись! А? Где? В вакууме! Зато открыли закон Фаера Нолика! Кого? Нас! Фиксики в вакууме всегда приземляются первыми! Ну что вы, коллеги! Вакуума здесь нет! То есть как? Нет! А вот так! Вы же сняли крышку и впустили в воздух! С латинского языка вакуум переводится как пустота! В космосе он повсюду! Между звездами и планетами огромное расстояние! И там ничего нет! На Земле люди тоже научились создавать вакуум! Например, соединили две бутылки, а между ними оставили пустоту! Вот он и термос, который сохраняет чай горячим! На фабриках используют вакуумную упаковку, чтобы продукты дольше оставались свежими! Такой прибор есть и для дома! Откачиваем воздух из пакета и в холодильник! Еще в вакуумных пешках удобно хранить вещи! Вместо одной куртки в шкаф влезет три! Видите? И пустота бывает полезной! Вот что и требовалось доказать! Перо, камень и вы, коллеги, приземлились одновременно! Работает закон Галилея! У-у-у-у-у! А как же закон Фаера-Нолика? Ха-ха-ха! Зато теперь вы знаете, что законы не берутся из воздуха! Скелет Ну, Алик, будешь так стараться, дырку протрешь! Не протру! Я знаю, как за своим скелетом ухаживать! Почему твоим? Он же динозавра! Раньше был динозавра! Раньше был динозавра! А теперь Чудаков его мне поручил! Значит, мой! Вот я и мою! Скелет – это защита для внутренних органов и надежная опора организма! Не будь его, люди и животные были бы похожи на тряпочки! Всем известно, что скелет состоит из костей! Но знаете ли вы, что с возрастом он меняется? При рождении у человека целых триста маленьких косточек! Потом некоторые из них срастаются, и у взрослого остается чуть больше двухсот костей! Больших и крепких! Ой, прячемся! Сторож идет! Какой еще сторож? Наум Семенович! Дедушка Славика! Время тебя почистить, старина! О, тоже за скелет ответственный! Чудаков меня назначил! Эй! Ее там уже протер! Тише! Ну вот, испортил! Старостная радость, дружище! Ап! Что я говорил? Не умеет ваш Наум Семенович за скелетами ухаживать! Малик! Теперь испроблять все за ним! Приклеим, и будешь как новенький! Скорее! Я его тут клал вроде! Не ровно же! Нормально! Порядок, старина! Еще миллион лет продержится! Ты куда? Поправить пусти! Поправить пусти! О, давай! Поправить! Нет, не идешь! Хей! Поправить пустиан chce! Скелетами динозавров и других древних животных Занимаются очень терпеливые ученые Полиантологи Они долго выбирают, где начать раскопки Потом роют землю Если повезет, находят кость Иногда даже череп По нему проще всего понять, кто жил в этих местах миллионы лет назад Находки покрывают клейким раствором, чтобы не рассыпались И везут в лабораторию Там их изучают и собирают скелет Правда, все кости отыскать обычно не удается И недостающие заменяют моделями из пластика Готовый скелет отправляют в музей Теперь все смогут любоваться доисторическим обитателем Земли Ну вот, допрыгался А что я? Отговорю вам, он живой? Да, Наум Семенович, был когда-то Двести миллионов лет назад А теперь простой скелет У которого случайно повернулась лапа Сустав разболтался И челюсть отвалилась Идите подышите воздухом Успокойтесь И скелет, глядишь, успокоится Вы что тут устроили? А чего этот, Наум Семенович? Вы мне скелет поручили Зачем он полез? Так, я что велел? За экспонатом следить? Или людей пугать? Вот именно В нашем музее Все должны быть заодно Люди, фиксики И скелеты Телекинез Что это Славик делает? Может, колдует? Или завис? А? Ты мне? Тебе-тебе Что задумал? Я новую суперсилу тренирую Гипноз? Телекинез Двигаю предметы силой мысли Что-то незаметно Не мешай Мне нужно сосредоточиться Ну-ну А давайте его разыграем Как? Как было бы здорово Владеть телекинезом Например, можно включить чайник Не вставая с дивана Или отрезать кусок торта Положить на тарелку И сделать так, чтобы он сам прилетел в комнату Ну, очень полезный навык, правда? Вот только ученые пока не нашли доказательств Что это на самом деле возможно Все обладатели таких способностей Оказывались просто умелыми фокусниками Что? Не получается? Это все потому Что ты заклинания не знаешь Какое заклинание? Сто тысяч Ого! Как ты это сделал? Годы тренировок А покажи еще что-нибудь Ну, даже не знаю Ну, пожалуйста Сто тысяч Сто тысяч Сто тысяч Сто тысяч Ты дышь Да ладно тебе Вот, Айош У тебя и правда суперсила Ну, не такая уж и супер А у меня твой Пыш-пы-пыш Сработает? Сто тысяч Ты дышь Давай Сто тысяч Ты дышь Сто тысяч Ты дышь Вот умора Да Тебе еще учиться и учиться Сто тысяч Ты дышь Сто Ты дышь Ты дышь Что? Получилось Суперславик активировал новую силу Дай пять Деда Вы видели? Как это ему удалось? А он тут ни при чем Может у него правда суперсила? Или суперпомощник? Это ты тебе помогла? Самая малость Так не честно А трое на одного, конечно, честно Давайте я вам другой фокус покажу Если уж разыгрывать, то по-научному Люди с суперспособностями бывают не только в кино Например, в реальности встречаются силачи Они могут даже сдвинуть с места поезд Кто-то проявляет чудес о гибкости Способен закинуть за голову ноги И стоять при этом на руках Другие могут запомнить огромное стихотворение Или даже целую книгу Ученые тоже немного супергерои Потому что очень умные Они изобретают новые гаджеты Лекарства И вообще исследуют мир со всех сторон Все это делает жизнь человека лучше Но такие способности не берутся на пустом месте Чтобы обладать ими Нужно долго и упорно учиться Теперь смотри Стой! А сто тысяч тыдыщ? Не, Славик Тут и без стыдыща работает Вау! Это тоже телекинез? Круче! Наука! Попробуй сам И далее Это вам не жульничество А магнетизм Эх, хорошо, ученым Я бы тоже хотел такую силу мысли И что бы с ней делал? Сделал бы так, чтобы приборы сами чинились Хе-хе-хе-хе Очки Игрик, сними ты очки Они же тебе мешают Не могу Я без них плохо вижу Ой Эй, осторожней Как ты в них вообще что-то видишь? У тебя зрение хорошее И очки не нужны А вот мне даже очень Почему? Из-за близорукости А у кого-то наоборот Дальнозоркость И откуда берутся эти Зоркости и рукости? Мы видим предметы Потому что от них отражается свет Лучи света проходят через зрачок И в крохотную линзу Крусталик И в хорошем зрении Они попадают на сетчатку Но если лучи собираются перед ней Вдалеке все кажется размытым Это близорукость А когда лучи сходятся за сетчаткой Плохо видны предметы вблизи Так бывает и дальнозоркость Тут-то и нужны очки Чтобы все исправить Ладно, посмотрел и хватит Отдай Сейчас я расскажу вам о причинах Дальнозоркости А-а-а Ты цел? Цел Очки не разбил Очки? Слушай, сдались тебе эти очки? Чего? Вот ты меня видишь? Ну? Значит они и не нужны Попробуй без них пожить Так ведь лучше И в мяч играть удобнее И на фиксиборде летать Смотри Но ты ж без них красавчик Да? Не знаю Я к ним привык О, шпуля Правда, Игреку без очков лучше? Хм, как необычно А зачем ты их снял? Э-э, в качестве эксперимента И ты справишься? Сейчас посмотрим Только шуруповерт уберу Вот, помогатор Ой Это случайно А так он без очков все может Да, Игрек? О, Игрек! Может все-таки очки? Подожди, шпуля Сейчас точно получится Левее! Пробее! Может хватит экспериментов на сегодня? Ладно Сдаюсь Фаер, давай очки Фаер? А? Очки А, очки Понимаешь? Что с ними? Все в порядке Ты их сломал? Потерял? Нет-нет Я просто убрал Спрятал, чтобы не разбились Никуда не уходите С древних времен С древних времен Люди пытались помочь тем, кто плохо видит Но только в 13 веке Итальянцы научились делать стеклянные линзы Закрепленные на переносице Вот вам и первые очки А еще через пять столетий К ним догадались добавить дужки Были и другие виды очков Монокль Линза для одного глаза Лорнет Очки на палочке Пенска В наше время вместо очков Многие носят тонкие и гибкие контактные линзы Их вставляют прямо в глаз С виду и незаметно А в будущем, наверное Никакие очки людям уже не понадобятся Сейчас все чаще исправляют зрение с помощью азера Вот, держи Я их даже усовершенствовал Резинку приделал Больше не упадут Прелесть Ох, спасибо Ой, мы же не закончили И правда, не падают Все-таки в очках ты мне нравишься больше А я? У меня тоже очки есть Ну, я побежала Хорошо вам встретить Новый год, мои дорогие А у вас работа? Увы, пациент с острой болью А папа уехал на репортаж снимать Дим Димыч, не скучай Лерочка, с наступающим С Новым годом, Любаш Привет, как у тебя дела? Подарки положат В прошлом году справился И подарки не всегда под елку кладут На Новый год многие наряжают елку Но так делают не везде На Кубе украшают кактусы В Мексике пальмы В Африке балбабы Во Вьетнаме мандариновое дерево На Бали наряжают колонны А в Японии грабли Чтобы загрязли ими счастье в будущем году И все с нетерпением ждут подарков В одних странах заглядывают под новогоднее дерево В других вешают у камина нарядный чулок И ставят ботинок В Испании подарки ищут на балконе А в Швеции в печке В Германии на подоконнике Но никому еще не удавалось Застать Деда Мороза в Росток Сюпризы всегда появляются неожиданно Да все равно это какая-то неправильная елка Не волнуйся Пошли, новую гирлянду покажу Кате подарок Дед Мороз может и принесет А как он узнает, что Дим Димыч здесь? Он же волшебник, разберется А вдруг он оставит подарок Дим Димычу дома И Дим Димыч его только завтра получит А сегодня ничего Точно, что же делать? Летим! Новый год! Дим Димычу спасает! Дим Дим Дима Морозу в Новый год Прибавляется забот Он приносит всех подарки Удивительно, что он К нам приходит самый сон И застать его подъем Да не сумеет ты шпион Людей так много Одет на нос один И как же все успевает Людей так много Одет на нос один Но он всех помнит Ни огонь не заблёт Ни огонь не заблёт Неужели Дик Мороз Забыл про Дим Димыча? Тогда Сделаем подарок сами Я знаю, что нужно Ну что ж, дорогие подписчики Увидимся в новом году Пока-пока Дим Димычу? Ах, всё-таки принёс Дети, спускайтесь Новый год пропустите Подарки уже под ёлкой Алло Правда подарки? Класс! А ты переживал Смотри, это тебе И это? Тоже мне? Ого, какая машина Это от нас Мы думали Дед Мороз про тебя забыл Спасибо, фиксики Вы самые лучшие Деды Морозы Только про Качи не подумали У неё-то подарок один А вот и нет С Новым годом Спасибо Если будет он не прочь Я смогу ему помочь Мне бы только с ним связаться В эту праздничную ночь Поработав на износ Я задам ему вопрос Можно я когда состарюсь Тоже буду Дед Мороз? Людей так много А Дед Мороз один И как же всё Он успевает Людей так много А Дед Мороз один Но он всех помнит И о ком не забывает Может в этот Новый год Дед Морозу повезёт Самому ему подарок Это подарок Камей Что то принесёт Трус Подарок принесёт Подарок принесёт Подарок принесёт Под sets Подниматель Крам Фух, первый этаж первого в мире Фикси небоскреба готов Осталось всего-то этажей сто Сейчас сделаем Дай-ка я попробую Надо что-то побольше И помощнее О-о-о Игорь, сюда! С таким краном мы до потолка небоскреб построим Подъемный кран Это высоченная башня с кабиной машиниста И длинной стрелой К стреле крепят подвеску с крюком Чтобы поднимать крузы Собирать такой кран сперва помогает Другая машина, поменьше А потом он достраивает себя сам С помощью накладной секции Ее надевают на основу башни Как чулок И вставляют все новые и новые части Пока кран не вырастет до нужного размера Левее Левее Еще Еще чуть-чуть Еще Левее Башню строите Небоскреб Смелее двигай Давай, давай Вот Опускай Ха! Учись, Нолик, руководить! Он же криво стоит Нормально У меня глаз алмаз Игрек Тащи следующий Лучше зеленый бери Он красивее Или красный Нет, все-таки зеленый А может желтый? Ну так какой? Давай, синий Игрек стой Мы тогда вечера строить будем Красота Не терпит суеты У вас тут салон красоты Или стройка? Чертеж хотя бы есть? Об этом мы как-то не подумали Ха! Не подумали Так все развалится А нормально стоит Главное, чтобы красиво было Глупости Нужен план Игрек, не слушай их Тащи кубик Зеленый Поднимай Подожди, поставь Симка, ты иди все начерти А мы достроим Без плана нельзя И некрасиво получится Да что мы заладили? Вместе начертим план Чтобы по цветам сочеталось И так хорошо Нельзя без плана Строить Чтобы красиво Сначала Чем Чтобы Да что вы Саладик Считалось Вот Пусть раздадим Сверху А, хорошо В древности люди Жили в пещерах Потом стали строить землянки Вырыл яму Уложил бревна И готово Темновато только Позже научились Сооружать дома Из глины и камня Первые многоэтажные Жилища появились Еще до нашей эры В древнем Риме Их называли Инсулы Шло время Дома росли Все выше В конце 19 века В Америке построили Здание высотой Десять этажей Людям казалось Что этот дом Крышей задевает Небо Так появился Первый небоскреб Был раньше И другое название Тучерез Сейчас Самый высокий небоскреб Мира Стоит в Дубае В нем Сто шестьдесят три Этажа Вместе на чем-то Небоскреб Уже строить будем Хватит спорить Ого Я бы даже сказал Ого-го Какие же мы молодцы Ага Отлично поработали Только вот этот кубик Надо поправить И башенку поставь Осторожно Эх Какой небоскреб Был Красивый А я предупреждала Ну и ладно Построим новый Конечно Просто нужно больше командиров Лучше зеленый бери Или красный Все-таки зеленый Зеленый А может желтый Или красный Да-да Красный Нет Все-таки зеленый Субтитры подогнал «Симон»